Привет от Полонского и слава Украине! Ребята, даже самые ближние союзники, самые близкие союзники отказываются работать с Россией и отказываются помогать ей, чтобы она каким-то образом вышла из-под санкций. И вот очередной пример это Казахстан, который просто-напросто послал Рашку к чертовой матери и заявил, никакой помощи в обходе санкций со стороны Казахстана Россия не получит, это раз. А второе, Крым и Донбасс это Украина. Прямая речь зам. руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, если я так не ошибаюсь. Итак, его страна, он заявил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и не признает ни ситуацию с Крым, ни ситуацию с Донбассом. Также политик добавил, что власти не хотели бы, чтобы Казахстану применялись санкции ЕС и США. Но это ключевой, конечно, момент. Итак, прямая речь. Россия хотела, чтобы мы были на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признаем, не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом. Мы будем соблюдать санкции. У нас нет проблемы с тем, чтобы назвать вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как оно есть, к сожалению. Конец цитаты. То есть, мы видим по тону даже этого заявления, что Казахстан абсолютно жестко стоит на стороне Украины в войне России с Украиной. Но оно и понятно. Дело в том, что очень многие считают, что Казахстан как раз следующая потенциальная жертва России. Ну, сейчас не в нынешней, конечно, состоянии российской армии, уничтоженной в Украине практически полностью. Но, в принципе, Казахи прекрасно знают, что их основной враг все-таки у них на севере. И это Россия. Слава Украине!